Четвертый республиканский фестиваль ледовых скульптур прошел в комплексе Актём Парк в Хангаласском районе. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Покровске Виолетты Засимовой. Актём Парк открывает новый сезон. Единственный в Хангаласском Лусе ледовый комплекс в этом году порадует своих посетителей фигурами из диснеевских мультфильмов. Фестиваль традиционно длится два дня. В первый день проводится Блиц-турнир, где команды за ограниченное время должны создать небольшие фигуры из-за льда. Первые два года участники управлялись за час. В прошлом году организаторы увеличили время до двух часов. После Блиц-турнира начинается основной конкурс. Началось Блиц-турнир на тематику смайлики. Сейчас все, наверное, смайликами пользуются. Такой век. Блиц-турнир убрал два часа было и один час сделал. А основной турнир прибавил один час. Восемь команд по два человека в каждой боролись за главный приз 100 тысяч рублей от администрации Хангаласского Улуса. Все участники сплошь мастера своего дела, профессионалы российского и международного уровней по созданию ледовых скульптур. Но были и среди них новички, только начинающие свой путь в ледовом искусстве. Через WhatsApp узнал, что проводится конкурс. А здесь впервые, именно вот здесь, в Аптемцах. Какую фигуру сделали? Из какого мультфильма? Тема Дисней, а мультфильм Рапунцель. Запутанная история. Помимо Рапунцель, на суд жюри участники представили Золушку, Снежную Королеву, Красавицу Чудовища, Тарзана и двух русалочек. Прямо зимний Диснейленд, но в условиях Крайнего Севера. Этот дворец волшебный, Диснеевский, я думаю, что будет всем очень весело. В Блиц-турнире победу одержали два Ивана Махначевских из Мегина Конголасского улуса. Сразу два приза увезли в Намский район отец и сын Александр и Дмитрий Шадрины. Приз российских симпатий и третье почетное место. Трое место завоевали Архип Скрябин и Иннокентий Федоров, также из Мегина Конголасского улуса. Победителями стали Егор и Николай Аганеровы из Татинского улуса. Виолетта Зосимова, Александр Юрков, НВК Саха, Ханголасский улус.